Девушки отдыхают Которую хочу вам передать Печаль по Богу К жизни А печаль по миру К смерти Знаете, это может быть одно и то же состояние Но одно будет к смерти, а другое будет к жизни Правильно? Это печаль, это тяжело, это плохо, это трудно Это... но... Если мы ищем Бога Если это приводит нас к тому, что мы ищем Бога, значит это к жизни А если мы просто только думаем о том, как утолить свою жажду этого мира Это похоть плоти, похоть очей гордость житейскую То это к смерти Поэтому еще раз хочу вам вот это напомнить И чтобы мы думали об этом Если уж мы страдаем Да? И если нам тяжело И если мы переживаем То давайте переживать в жизни Давайте переживать С мыслями о Боге Вот с этим вот желанием, да? Чтобы что-то новое пришло в нашу жизнь Потому что действительно То, что делает Бог Это Он делает новое творение Знаете, да или нет? Новое творение во Христе Иисусе Это не просто какая-то иллюзия Самообман какой-то Не просто вот Какая-то психологическая такая убежденность Что жизнь заново началась Но это реально новое творение Это реально Он через Дух, через свое Слово Он рождает этого нового человека внутри нас Который либо будет расти и становиться сильнее И будет потом побеждать Либо будет там Тоже может родиться и быть голодным И быть маленьким Быть Ему скажут сидеть И он будет сидеть Вот к этому все идет, да? Поэтому нам нужно возрастать И вот сегодняшняя тема Я ее назвал Муки рождения Вот когда мы слышим слово роды Да? О чем мы думаем? Ну, скажем, что с нами есть Сегодня девушки И Я думаю, что это страшно и больно Правильно или нет? Первый раз не знаешь Второй раз не знаешь Ну, первый раз не знаешь Но все страшно, правильно? Страшно 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 И там До того, как это все начнется Там организм начинает готовиться Уже Я немножко почитал об этом Там идут вот эти ложные схватки Что ли, как-то это все называется То есть, как бы И в принципе Я вот почитал эту статью Так, просто забил вот эту статью Что испытывает женщина при родовых схватках И вот я там почитал И вы знаете, что там в принципе Сказано так, что Есть вообще процент женщин Которых низкий болевой порог И они очень легко рожают Но есть И этому возможно научиться То есть Там вот так вот сказано То, что если использовать По определенному образу Ну По определенной Методике Понимая, что это можно Массаж Что-то еще Короче Есть возможность Чтоб это было не так больно И не так страшно Но все равно Да Мы сейчас не об этом Мы сейчас больше наоборот О том, что это больно И о том, что это страшно И то, что вот Так все устроено Что невозможно избежать этого Да Если То есть вот природа Так все устроила Да Бог так все устроил Что Есть муки рождения И никуда от этого не выйдешь И когда что-то рождается Да Что-то новое рождается В этот Я сегодня хочу говорить Ну Обо всем Как бы Да Что К чему можно применить Муки рождения Будь то Ты сам Будь то Ты как христианин Который Пытается Приводить других людей к Богу Это тоже Он испытывает муки рождения Будь то Рождение Какой-то мечты Да Какого-то дела И так далее Во всем Присутствуют Муки рождения То есть Это смысл в чем Что это процесс Тобой в принципе Неконтролируемый И то, что тебе нужно Понять Что будет больно И то, что будет страшно И от этого нельзя уйти Это можно только принять Правильно ли? Можно только принять Пойти на это И так далее То есть То, что я сегодня хочу Вот именно объяснить И затронуть Что Ну, это нормально Знаете Это нормально Понимать это В большей степени Наверное Это просто меня касается Поэтому я буду Говорить вот в эту сторону Что Как муки рождения Как Процесс приведения людей Нами к Богу То, когда мы Рождаем христиан Кто мы Когда мы рождаем христиан Родители Да Кто у нас отец? Отец это Бог Правильно? Его семя Его слово Рождает христиан Да А мы Ну, больше Наверное Подходим как мать Да В этом случае Да То есть Матерью называется церковь В принципе Да То есть Как бы вот Женщина церковь Да То, что Рождает Да То есть Процесс какой? Слово Божье попадает Да В человека И Он рождается Но Во всем этом Мы все равно Присутствуем Вот С чего я это взял? Вот Апостол Павел Пишет Галатам Однажды Из-за вас Я опять Прохожу Через муки Рождения Помните Что дальше пишется? Пока не изобразится В вас Христос Кому он пишет? Он пишет Галатам Которые уже Стали христианами Но Начали увлекаться Их там Начали вводить В заблуждение Пришли Евреи Иудеи Начали Побуждать их К тому Что Ах Раз вы К нашему Богу Хотите Ну как бы Ну Вам нужно Обрезаться Навешивать на них Всяких обрядов И так далее И Павел Он Видя всю эту ситуацию Он возмущается Он находится В другом месте И он пишет им письмо До него дошли Вот эти вот слухи Помните Как он им вообще пишет? Это Галатам Там В третьей главе Она начинается О Ну да Несмысленные Неразумные А на самом деле Было употреблено Очень жесткое слово Ну типа Вы дебилы Да 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 Вы Че Вообще Вы Куда Да И Ну я Именно Вот об этом Да Что Он Вот это Переживание В нем То есть Что я хочу Тут сказать Подумайте Что испытывает Павел Да Вот Павел Он вроде Доверяет Богу Он сеял Бог через него Сеял Правильное Семя И вдруг Он начинает Слышать Что то Что там Вырастает Вырастает Совсем Не то И Что он Он испытывает Он испытывает Вот этот Вот страх Боль за них То что Сейчас может Вообще Они Ну все что Родилось Может все Умереть Опять Потому что Просто вот Вот эта вот Мысль Того что Опять люди Уйдут Уйдут В обряды Там Или Еще Куда То Она Просто Вот Уничтожит Все Что Посеяно И Все Что Он Может Делать Что Он Может Делать Он Говорит Я Из-за Вас Опять Прохожу Муки Рождения Пока Не Изобразится Вам В вас Христос То есть Он Вот Эти Вот Все Свои Переживания Все Свои Вот Эти Страхи Он От Них Не Отказывается Он В них Присутствует И Это Рождает Определенное Послание Галатам Которое Мы Все Любим Читать Которое Сейчас Тоже Рождает Многих Как Христиан Которое Исправляет Многих Поправляет Многих И Вот Ну Вот Так Вот Бывает И Это То Что Я Хочу Передать Что Мы Как Христиане Когда Все Что Нам В принципе Принадлежит Это Вот При Рождении Да При Евангелизации Когда Мы Вот Заботимся О Христианах Это Испытывать Муки Испытывать Муки Рождений Почему Я Об этом Насчет Потому Что Есть Две Обочины Например То Есть Дорога Есть Правильный Путь Есть Истина И Есть Две Такие Крайности В Которые Можно Сваливаться То Думать Что То Что Происходит Первое Думать То Что Происходит Это Что Ненормальное То Когда Ты Так Думаешь У Тебя Могут Опуститься Руки И Говоришь Ну Все Уже Ничего Не Сделаешь И Я Ничего Сделать Не Могу И У Тебя Опускаются Руки И Для Тебя Ты Разочарован Может Быть Как Христианин Ты Подавлен Все Ничего Не Получается И Другой Момент Другая Обочина Это Наоборот Начать Все Контролировать Начать Контролировать Вот Этого Человека Да Верующего Который Как Бу Рождается Через Тебя К Богу Для Бога Да В Процессе Чем Ты Участвуешь Начать Вот Полностью Его Контролировать Полностью Поправлять Полностью Исправлять Полностью Вести За Все Спрашивать Чтобы Вот Все Было Под Контролем Вы Понимаете Что Это Тоже Ошибка То Есть Ошибка Опустить Руки Разочароваться И Ошибка Начать Вокруг Этого Делать Все Самому Да Исправлять Контролировать Там И так Далее Но Вот Поэтому Я Говорю То Что Это Действительно Очень Важно Я Понял Что Нам Нужно Понять Что Существует Процесс Рождение И И Вот Многие Христиане Они Вот Как бы Не Справляясь С Этим Не Имея Этого Понимания Что Тебе Придется Преодолевать Муки Рождения Даже Когда Ты Будешь Да Вот Ты Сам Уже Родился Свои Муки Преодолел Но Когда Ты Начинаешь Служить Богу Начинаешь Приводить Людей К Богу Вести Каких-то Людей В своей Жизни Молиться За Ты Еще Не Видишь Что Делает Бог Потому Что Бог Работает Постепенно Бог Работает Сердцем Бог Работает Духом Бог Работает Через Слово И Работает Бог А не Ты И Вот Здесь Очень Трудно Понять А что Я Должен Делать И И Судя Того О чем Мы Говорим Что Я Должен Испытывать Муки Рождения Испытывать Муки Рождения Что Что Это И Переживание За Человека Потому Что Ну Именно Вот Для Меня Апостол Павел И Все Его Письма Коринфянам Римлянам Галатам Ефесянам Ну Наверное Практически Все Тимофею Титу Там И так Далее Во всех Них Присутствуют Вот Эти Переживания И Муки Рождения То Павел Это Тот Был Действительно Такой Который Это Осознал И Понял И Не стал От этого Укрываться Не стал От этого Прятаться Он Как бы Разрешил Себе Страдать Разрешил Себе Переживать Разрешил Себе Вот Ну Действительно Страдать И мучиться Просто Страдать И мучиться Для того Чтобы Помочь Этим Людям Пройти Это Родиться Подсказать Потому Что Ну Вот Я то Что Вижу Действительно Самые Мощные Откровения Самые Сильные Которые Потом Исцеляют Людей Они Где Рождаются В муках Рождаются Они Рождаются Вот Из этого Внутреннего Крика Из этого Стынания Когда Вот Ну Ты не знаешь Как это Описать И вдруг Это Рождается И Оно Выходит И Знаете Что Самое Интересное Я вижу Что Вот Сейчас Все Принимают Признают Апостола Павла Но Тогда Апостола Павла Так Не признавали Как Сейчас Его Признают Собственные Церкви Даже В которых Которые Он Родил Вот Помните Как Он Коринфянам Объясняется Своей Любви К Ним И В том Что Им Как бы Это Он Как Он Про тесноту Там Пишет Что Внутри Вас Тесно Вам Тесно В Нас Хотя Мы Не стесняем Вас Никак И Он Им Там Вот Понимаете Вот То есть Если Вы Почитаете Первый Второй Коринфянам Вы Вот Ну С Этим Пониманием Вы Почувствуете Как Павел Там Трепетно Рождает Эти Мысли Эти Объяснения Для того Чтобы Вот Ну Он Опекает Он Он Страдает Просто Я Вам Сейчас Это Мы Еще Почитаем Эти Стихи Которые Нам Все Это Описывают Мы Очень Любим Эти Стихи Вырвать Из Контекста Смотреть На Них Да Как Красиво Написано Но Мы Понимаем Это Муки Это Муки Рождения Поэтому Я Сейчас Просто Вижу Как Был Такую Тенденцию В Христианстве Что Те Люди Которые Должны По Настоящему Рождать Людей Духовные Люди Они Убегают От Этого Как Будто Рождать И Терпеть Эту Боль Это Что Ненормальное Поэтому Убегают От Этого И Просто Не Хотят Это Делать А Потом Хотят Чтобы Церковь Была Духовной Чтобы Церковь Была Похожа На Христа Так Не Получится Давайте Я Вам Какие Нибудь Стихи Прочитаю Колинфянам Второе Не Первое Давайте Колинфянам Девятая Глава С Девятнадцатого Стиха Это Как раз Когда Он Объясняет Колинфянам По поводу Что Он Благовествует Безмездно Безвозмездно То Что Он Говорит Проповедовать Для Меня Это То Что Я Должен Делать Но Если Я Делаю Это Не Беру Денег То Я Хочу Награду Из Девятнадцатого Стиха Ибо Будучи Свободен От Всех Я Всем Поработил Себя Дабы Больше Приобрести Для Иудеев Я Был Как Иудей Чтобы Приобрести Иудею Для Подзаконных Был Как Подзаконный Чтобы Приобрести Подзаконных Для Чуждых Законов Как Чуждый Закон Не Будучи Чужд Закон Пред Богом Но Подзаконен Христу Чтобы Приобрести Чуждых Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И дальше вот эта вот красота, да, про не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получит награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и прообещаю тело мое, дабы проповедовать другим самому, не остаться недостойным. Вот о чем пишет апостол Павел. Вот в этом контексте, да, что я бы хотел, вот, в контексте мук рождения, да, для чего он это делает? Почему он делает? Что он вообще делает? То есть, он говорит, что в принципе, вот, суть такова, что мы ничего не можем сделать практически. Вот, понимаете, вот, парадокс заключается в том, что я, на самом деле, себя осознаю, что я никого родить не могу. Понимаете или нет? Ну, сам решить, родить, как вот то, что делает Бог, понимаете, да, то, что взращивает, да, Бог. И вот отсюда как раз и вот упираюсь я, что же мне делать-то вообще, как же мне быть-то тогда? Потому что контролировать этот процесс я не могу, и решить я, кто родится, а кто не родится, я тоже не могу. И тогда что я должен делать? Все, что только могу. Понимаете? Вот у кого-то, когда он понимает, что он ничего не может, у него опускаются руки. Или начинает там все контролировать, да. Поэтому вот мы должны понять, что и то, и другое это неправильно. Что когда опускаются руки неправильно, и когда ты начинаешь все контролировать неправильно. Правильно это действительно вот продолжать делать все, что только ты можешь, для того, чтобы что-то произошло в жизни человека. Для того, чтобы человек встретился с Богом, для того, чтобы Бог возрос в человеке. Все, ты можешь страдать, переживать. Тогда-тогда вот это и побуждает нас идти. Куда? Молиться идти, правильно? Паститься там, молиться с ним, молиться с ними, молиться много, читать, проповедовать и так далее. То, что говорит Павел, он говорит, я, будучи свободен от всех, всем поработил себя. Да? Я для немощных был как немощный, чтобы присти немощный. Для всех я сделался всем. Чтобы приобрести всех. Нет, хотя бы некоторых. И вот в этом вот, ну и является вот эта вот, ну, наша беспомощность, наше бессилие на самом деле. Но что мы можем сделать? Ничего не можем сделать. Мы вот так, так и должны это все принять. И вот поэтому апостол Павел стал такой плодовитый. Правильно или нет? Мы видим, как он вот этой своей немощью просто вот, ну, сокрушал сердца. И до сих пор сокрушает сердца. Приводя их к Богу. До сих пор вот этими словами. Когда он просто объясняет свое внутреннее состояние. Что он не в силах даже никого спасти. Но если у него получится, он готов быть всем для всех. Немощным с немощным. Сильным с сильным. Понимаете? А мы так, ну, я вот иногда смотрю просто на христиан, как они так легко сдаются в своих, ну, просто в своем христианстве по отношению к другим людям. Некоторые просто там, да, вот говорят, да мы никого спасти не можем. Бог спасает. И это правда. С одной стороны, да. И это правда. Но это не значит, что мы ничего не должны делать. Это не значит, что мы должны просто тогда продолжать там просто праздную жизнь, жизнь для себя. Павел говорит, я всем себя поработил. Я, в принципе, свободен от всех. Но я всем себя поработаю. Я отдаюсь. Я вкладываюсь. Для того, чтобы хоть кто-то родился. Понимаете? Хоть кто-то. И чтобы хотя бы некоторых. Чтобы хотя бы некоторых. Вот так вот, на самом деле. И вот так мы должны думать. Вот такое должно быть настоящее, я думаю, христианское сердце. И все. И вот именно на это я говорю. Что вот это и есть муки рождения. На это трудно идти. Понимаете? Но если вот, ну вот вы сейчас послушайте просто это. Отложите себе. Да? Что я когда получил сам для себя это слово и начал практиковать внутри себя это слово. Мне стало легче. Мне стало легче. Потому что когда я понимаю, что та боль, которую я испытываю. То переживание, которое я испытываю. То, что я не могу проконтролировать вот этот процесс. Я переживаю за какого-то человека. Я молюсь за какого-то человека. И я все равно понимаю, что в итоге он может и не пойти вперед. А я что тогда должен выборочно выбрать вот этот пойдет вперед. Вот этот пойдет вперед. А вот этот, наверное, не пойдет вперед. Не буду. И нам не дано это видеть. И это неправильно, если мы начнем это видеть. Нам дано преодолевать муки рождения. То, что мы должны понять. Вот, поэтому хотим быть плодоносными, да, христианами. Вот то, что нужно. То, что нужно делать. То, что нужно не избегать. Потому что, опять же, другая вот эта вот обочина, это просто контроль человеческий. Когда вот этим вот контролем, правилами, да, вот этой излишней заботой начинают просто сделать людей, как будто бы они уже родились заново. Как будто они не грешат. Как будто они правильные. Правильные, да. А все, что работает, это просто страх, это просто правила, это просто определенная атмосфера. Это просто временное, видимое действие такое, да. Когда мы можем видеть якобы христиан, которые не бьют, не курят и ходят правильно. Я не хочу этого. И вы понимаете, про что я говорю? Потому что это не творение Божье. Понимаете? Это не творение Божье, это будет мое творение. Это будет то, что я сам подделал, да. То, что я сам своими усилиями, да, мы сделали. Мы как церковь, может быть, даже сделали. Понимаете, как церковь может таким образом делать, да. Если церковь там, она берет определенную силу, такую мощь, авторитет, она начнет не рождать людей от Бога, да, а начнет вот делать таких христиан быстренько так, знаете, вот. По подобию себя, да, что они будут все похожи на тебя. На кого должен быть ребенок похож? Вот здесь. Наше желание. На кого? На Бога, на Христа, правильно? Павел говорит, я опять прохожу муки рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Понимаете? Поэтому все, что мы можем проходить муки рождения, пока не изобразится Христос. И наше желание, что, наше настоящее должно быть желание, чтобы меня там было меньше, как можно. Меня. Я могу быть умный человек, могу быть вот с такими дарами или с такими, но мы знаем, дары дает Бог. Кому, каждому как и сколько это он решает. Тогда, ну, мое желание, чтобы он был похож на Бога. Тогда я должен так проповедовать ему, так переживать, так просто вокруг этого, все, чтобы вот только его, ну, двигать к Богу. Чтобы он рождался от Бога, чтобы он рождался от Слова. Чтобы ему показывать Христа, а не себя. Потому что мы склонны к этому. Если мы не видим себя в ком-то тоже, да, все, у нас уже начинает это бесить, может быть, злить. Учу, учу тебя, учу, учу, а ты не учишься. Ну, что поделаешь? Не все так учатся. Я знаю, я борюсь с собой именно вот в этом. Это я вам просто тоже, как бы, передаю вот это, потому что, ну, ну, я знаю, что я там в каких-то моментах умный человек, там, сообразительный где-то, или еще что-то, какие-то вещи мне легко делать. Там, да, кому-то порядок соблюдать легко. И он начинает требовать от других тоже вот этого порядка. Но кому-то трудно этот порядок делать, да. Но это не значит, что человек не любит Бога, не ищет Бога, там, и так далее. Мы все равно, ну, это хорошо, если в нас вот эти, если в том, да, кто через нас рождается, отобразятся вот эти хорошие наши качества, да, если мы сможем тоже их передать. Потому что нет ничего плохого, да, когда в ребенке есть и то, и другое. Но все равно это все земное. Нам нужно, чтобы небесное отражалось. А небесное, оно все здесь, оно в слове. Другие места описания. Давайте откроем. Первое. Коринфянам тоже. Вот со второго стиха, вот как Павел мыслит. Глава какая. Вторая глава, первая Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепетии». Вот тоже вот такие вот слова, то, что Павел достает из себя то, как он рассудил. Он рассудил, что я ничего, кроме Христа, им не буду проповедовать. Я не буду им вот увлекать вот этой вот мудростью там или еще чем-то, да? Ну, чтобы вот... И он говорит, я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепетии. Вот они тоже. Муки рождения, то есть Павел, он разрешает себе. Понимаете, вот я то, что я хочу сказать. Он разрешает себе быть в страхе, в великом трепетии. Он даже не борется с этим состоянием, понимаете? Он не заставляет себя показывать, нет, я сильный, нет, все, сейчас тут... Словно, он понимает вот эту соль и вот эту суть, что ему нужно вот просто вот Христа донести, что ему нужно вот Евангелие, чтобы они были рождены от слова, чтобы они услышали слово о кресте и он был... Ну, и чтобы Бог действовал, да? Потому что он дальше говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Понимаете? Поэтому, когда мы позволим себе, разрешим себе вот это, то Бог будет действовать. Бог не может не действовать. Знаете, когда мы будем немощны, когда мы будем слабы, и именно вот с этим желанием исполнять Его волю и проповедовать Креста, начнется вот сверхъестественно включаться Его сила. Понимаете? Но это нельзя сымитировать. Понимаете? Это нельзя, нельзя свою слабость сымитировать. Нужно действительно это все переживать. Понимаете? Переживать. Эти муки, эту боль. Есть такая фраза, «Не принимается пророк в своем Отечестве». И это истина. И, знаете, я раньше только однобоко смотрел, пока вот там в одной проповеди тоже не услышал, и мне так вот больше открылось об этом. Понимаете, это истина. Это не то, чтобы вот пророк должен оставить свое Отечество и идти куда-то. Нет. Потому что если он уйдет куда-то, он опять там где-то, оно станет его Отечеством, и он тоже там опять будет не приниматься. Это суть на самом деле. То, что пророк не принимается в своем Отечестве. То есть пророк в своем Отечестве, он вот испытывает вот это вот унижение, недоверие, может быть. Он действительно пророк. То есть, да, что такое пророк? Пророк – это тот, кто несет голос Божий, Слово Божье. Понимаете? И вот часто именно вот это, оно не принимается в своем Отечестве. И это может быть, то есть он не может не приниматься в своей Церкви. Да? То есть как, ну, вот именно как пророк не принимается. То есть он служит, он может быть пастором и так далее. И если он настоящий, как бы он, ну, вот сможет, как бы не расстроиться от этого, а понять, что это норма, что это нормально, что пророк в своем Отечестве не принимается. И продолжать служить в своем Отечестве и своему Отечеству. И именно вот это. Вот смотрите, Еремия, да? Если вот кто-то знает, почитайте книгу Еремии. По-моему, никто не покаялся в Еремии вообще. То есть это был человек, который вот предвозвещал Божий суд, что придут, разрушат. Пришли и разрушили. И все равно ему никто не... И потом там они пришли уже, когда там была такая ситуация, все, пришел Новохудоносор, весь Иерусалим разрушили, Еремия там сидел в яме, его вытащили. Ему предложили идти. И предложили ему условия, предложили ему... Ну, у тебя все будет, все будет нормально. Потому что, ну, вот эти люди, которые Новохудоносор, они приняли этого пророка, они поняли, что он пророк, и он говорил все правду. Но этот пророк, он говорит, нет, я останусь со своим народом. И он остается со своим народом. И там происходит такая ситуация, что вот этот вот народ собирается идти в Египет. Да? И вот они приходят к Еремии и говорят, давай, спроси у Бога. Вот на этот раз, они говорят, мы тебя послушаем. Спроси у Бога, идти нам в Египте. Мы тебя точно послушаем. Мы тебе обещаем, что мы тебя послушаем. Вот, ну, мы обязательно у них, действительно, такая ситуация, все, он пророк, они уже поняли, пришел на выход, все, все произошло, как он говорил. Они вроде как утвердились, и приходят к нему, вот за словом от Бога, и говорят, даже если нам не понравится, мы все равно послушаем. И там так написано, что 10 дней, ну, как бы, хорошо, он говорит, я буду спрашивать у Бога. Он спрашивал, знаете, и вот действительно, мне нравится эта реальность, что Бог, вот он пошел, спросил, у Бог сразу сказал, там написано, 10 дней, 10 дней прошло, те там уже, наверное, ждать уставили, или еще там, или уже у них мысли изменились. Ну, в итоге все, слово приходит, и Еремия говорит. Ну, так и так бы, как Господь. Если останетесь здесь, все будет хорошо. Будете, ну, я буду с вами, вы будете возрастать, вы будете, никто вам больше вреда не сделает, но если пойдете в Египет, все умрет. И как вы думаете, что они сказали? Нет, ты гонишь, они сказали. Мы пойдем в Египет, и все. Но знаете, что сделал Еремия? Что самое интересное? Вот как вы думаете, что сделал Еремия? Пошел с ними. Пошел с ними, Алексей. Пошел с ними. Понимаете? Пошел с ними. И, ну, вот таким образом, понимаете, вот таким образом. У меня, ну, как бы, красивая такая история, да? поэтому не нужно об этом переживать, да? Что, как бы, вот, не принимается пророк в своем Отечестве. Ну, как бы, нужно об этом переживать. Потому что переживать мы об этом будем, потому что неприятно не приниматься, неприятно, да? Но, то есть, смысл все равно такой, что люди будут рождаться. Ты не будешь приниматься, но люди будут рождаться. Понимаете, вот это вот слово, твое, полученное от Бога, оно будет производить работу? Просто ты будешь вот в этом некоем таком состоянии, вот именно, я говорю, вот в этом и заключается христианство на самом деле. Иметь вот эту боль внутри, продолжать делать ту работу, которую Бог призвал, часто, может быть, не видя результата. Но не совсем этот, понимаете? Потому что, в Библии написано, что женщина, когда рожает, она терпит боль. Но когда родится, все забывается. Все забывается. Когда мы начинаем видеть плоды, которые Бог производит, давайте мы откроем. Писаем. 66-я глава. С 9-го стиха. «Доведу ли я до родов и не дам родить?» говорит Господь. «Или давай силу родить?» «Заключу ли утробу?» говорит Бог Твой. «Возвеселись, возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью, все сетовушения о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосов, утешения его, упиваться и наслаждаться при избытком славы его». «Ибо так, говорит Господь, вот я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего, на руках будут носить вас и на коленях ласкать». То есть, вы представляете, какие обетования? Там их больше, они там выше идут, они там ниже идут, вот об этом. А когда Бог говорит о Иерусалиме, Он о чем говорит? О церкви. О церкви. И это его, да, вот эти символы. И мне вот нравятся эти слова, и я хочу, чтобы вы тоже их приняли просто, да, как вот утешение, когда приходится рожать. Он говорит, «Доведу ли до родов и не дам родить?» И как там дальше, да? «И давай силу родить, заключу ли утром?» Да? То есть, вот понимаете, что мы должны научиться, мы должны понять, что, ну, это, что не просто так. Наши усилия не просто так, на самом деле. Наши переживания не просто так. Если они настоящие, если мы действительно переживаем за людей, да, если мы переживаем за дело, которое мы делаем, если это, мы ищем Бога для этого, да, если вот все вот эти вот моменты присутствуют, ну, и как бы у тебя есть подтверждение, у тебя есть мир, у тебя есть все равно, как бы, да, вот эта жажда по Богу, ты ищешь. Бог говорит, ну, вот когда приходят вот эти моменты, да, вот тяжело там и трудно, Он говорит, ну, доведу ли я до родов и не дам родить? Ну, что ты, что ты волнуешься, что ты переживаешь, что ты думаешь, что с тобой происходит, что-то, что не должно с тобой произойти, заключу ли я его трогу? Поэтому, ну, вот эта моя сегодня проповедь, она именно о том, чтобы вы не боялись этого, да, не убегали от этого, не думали, что что-то происходит не то. И поэтому это и тем, которые рождают, и тем, которые рождаются. Знаете, да, ребенок, он тоже, когда рождается, он там тоже, через стресс проходит хороший такой, да, через узкие врата, да. Поэтому это тоже нормально, да, но давайте еще стихи прочитаем. Вот Ивана, Евангелие, 16 глава. Сегодня я уже не буду долго проповедовать, я думаю, достаточно, мы, в принципе, поговорили, и 21 стих, 16 глава, ну, или 20 стих, вот так. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрадаете, а мир возрадуется, вы печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Это то, с чего мы сегодня начали. Если печаль наша по Богу, то это к спасению, то это к жизни, то это благо нам, а если по миру, то это к смерти, да. И он говорит то, что, ну, как бы, истинно, истинно говорит, вы восплачете, а мир возрадуется. То есть, вот это тоже избежать. Не избежать, что мир будет радоваться, а ты будешь в печали, но это будет лишь временно для того, чтобы вот тебя вывести на больше уровень, больше дать тебе, да, и дальше 21 стих, женщина, когда рождает, терпит скорб, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, ибо радость ваша, чтобы радость ваша была совершенна. Да, поэтому вот Иисус, он рассказывает про этот момент, и вот этот момент рождения церкви, рождения по-настоящему, да, людей, ну, именно христиан, в полном смысле этого слова, когда он собирается идти на крест и оставить их, и они будут печалиться, но потом эта печаль обратится в радость. Это так произошло, и мы это уже видим на апостолах, да, и был вот этот вот момент, когда Иисус, мы вот, когда во вторник мы делали собрание, не помню, когда с утра, мы говорили о Гефсимании, да, что вот у Иисуса там были вот эти тоже муки, рождение, схватки, да, начались они в Гефсимании, потом закончились они на кресте, и он это все претерпел, но, но не бессмысленно, понимаете, не бесцельно, не без того, что он ожидал, понимаете, он делал это со смыслом, с тем, что после этого многие люди обретут свободу, да, и он восядет на престоле славы, да, и он это все претерпевал, поэтому с одной стороны, я сегодня говорю, что не надо бояться, страдать и терпеть, и мучиться, да, а с другой стороны, нужно, чтобы это не было бессмысленно, понимаете, потому что вот дьявол, он хочет нас заставить страдать и терпеть бессмысленно, просто, и он в итоге так и сделает, если человек как бы не пойдет за Богом, не причинится Богом, я сейчас вот, я не знаю для чего, но я наблюдаю вот несколько там примеров, как вот, ну, действительно, что творит дьявол с людьми, которые, вот, отошли от Бога в своем пути, да, и как они мучаются и страдают, просто, и вот на некоторых смотришь, и прям вот, ну, он мучается и страдает, и что самое интересное, выходить не собирается, нету цели, нету, нету у него этого даже силы, вот этого желания, надежды выходить, то есть ты видишь, что, скорее всего, так и будет все продолжаться, и у него нет даже надежды на то, что выходи, естественно, я думаю, что Бог может в какой-то момент сделать, но я знаю, что кому-то с кем-то будет поступлено именно вот как с лукавым по лукавству, знаете, и мы говорили, поэтому лучше не играть с этим, да, мы видим, что Иуда, он получил свое, она не сапфира, они получили свое, и после этого на всех страх напал и уже не играли с Богом и не шутили с Богом. Хорошие стихи еще хочу вам прочитать в конце Исайя, 53 глава, вот об этой радости рождение. Это про Иисуса Христа, пророчество тоже в Исайи, 53 глава, с 10 стиха. Но Господу, это вот про Иисуса Христа, пророчество, как Исайя, представьте, в духе, как он точно увидел, что будет делать Иисус. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу на то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. И когда Иисус это делал, вот еще есть важный момент в этом все, когда Иисус это делал, никто не понимал его, никому не было открыто, никто не мог его утешить, ободрить, или понять, или вот с достоинством оценить. Он был один, совершенно в этом находился. и когда часто с нами вот эти моменты происходят, ну они такие, и понимаете, и не нужно может быть искать людей, для того, чтобы тебя кто-то ободрил или утешил. Хотя бывает, Бог тоже через людей работает, но во всяком случае те, кого ты рождаешь, они тебя не смогут ободрить, они не смогут понять, они не смогут оценить, что ты для них в этот момент делаешь, и как ты, и почему ты это делаешь, понимаете? Может быть, да, если так логически поразмышлять, кто может оценить муки рождающей женщины? Другая женщина, которая рождала, которая уже прошла через это и есть, например, люди, которые через это проходили и проходят, с ними ты сможешь разделить, но те, которые тебя окружают, для которых ты это делаешь, это нормально, что они ничего не видят и ничего не понимают. Поэтому пусть у тебя не опускаются руки в этом плане, просто продолжай искать Бога и выдавать для них все то, что Бог тебе открывает через вот этот поиск, через эти муки рождения, то, что делал апостол Павел. Вот эти вот все его письма. я когда вот в этом под этой призмой на это посмотрел, действительно вижу, вот Павел как, понимаете, он всю свою жизнь посвятил для этого. И вот очень много вот этих вот стихов, когда он говорит, что вот в слабости моей Бог силен. Поэтому я единственное, чем буду хвалиться, я буду хвалиться чем? Немощами моей. Потому что он понимает, что вот в этих немощах высвобождается некая сила, некое слово, некое помазание для этих людей, которые начинают на них действовать. Понимаете? И вот поэтому он не убегает от этого. Он это все принимает, мучается и выдает то, что Бог говорит, даже если не принимается в этот момент. Понимаете или нет? Понимаете? И последние стихи, для того, чтобы закончить, Римлянам 8 глава. Наша любимая глава с Алексеем. Да, Алексей? Морщиков. Да. Что у вас там написано? Все. Аминь. Все, что нужно, там написано. Запомните, кто хочет Духа и иметь, и понимать, читайте Римлянам 8 главу. с 17 стиха. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сынаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот, понимаете, вот здесь вот открывается вот этот вот смысл, что это значит с Ним страдать. Вот Он страдал, рождая Церковь, рождая спасенных людей, освобождая их, да, и мы имеем вот эти вот тоже возможности вместе с Ним в этом пострадать тоже, рождая, да, переживая, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Какой замечательный стих, да, но и страдания рожденные. Он говорит, если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся, да, ибо думая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И дальше идет наш любимый стих. Как вы думаете, какой стих идет там за ним? Алексей, давай попробуем угадать. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Понимаете, то есть вот она мысль, понимаете, для того, чтобы родились эти сыны Божьи, да, которых ожидает все творение. Те, кто уже это понимает, они не должны отказываться от своих страданий во Христе Иисусе, да, от своих переживаний глубоких, мучительных. Понимая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И я не уверен, что здесь только о будущей жизни написано. Понимаете, нынешние временные страдания, потому что мы еще можем застать очень многие вещи. Ну, я так верю и хочу так верить. Аминь. Все, тогда я закончил, тогда, да, не убегайте, не сваливайтесь в одну обочину, опуская руки, что что-то происходит ненормальное, да, почему же ничего не получается, почему же я ничего не вижу, почему же они не идут вперед, почему они ничего не хотят, и так далее. И в другую обочину. Сейчас я все, кто построю, и все будет ровно. Понимаете, ничего ровно не будет. Можно построить, но все будет временно. Все, что нам остается, это проповедовать Иисуса Христа и верить в то, что Бог делает эту работу. Я ведь еще хорошие стихии не прочитал, но где Павел говорит то, что я сажал, апостол поливал, а полос поливал, да, и он говорит, но взращивал Бог. Он говорит, мы должны это понять, взращивает Бог. И все. Аминь. Отец Небесный. Отец Небесный.